Илон Маск высмеял метавселенные. Китайская Ихэнк получила первый заказ на региональные аэротакси. Робо-змея с магнитными колесами проехалась по вертикальной трубе. Полицейская система Shoot Spouter начнет отправлять беспилотники на звуки выстрелов. Эти и другие темы прямо сейчас. Меня зовут Андрей, я желаю вам приятного просмотра. Давайте начинать! Илон Маск разбирается в технологиях. Тем не менее, не все технологии по душе миллиардеру. Например, глава Тесла скептически относится к метавселенным. По крайней мере, в их нынешнем виде. Я не знаю, куплюсь ли я когда-нибудь на эту метавселенную, хотя люди много говорят об этом, сказал Маск. Ему категорически не нравится идея того, что люди должны долгое время, едва ли не постоянно, находиться в шлемах виртуальной реальности. Ведь иначе в метавселенную никак не попасть. Миллиардер высмеял предположение, что пользователи будут охотно носить гарнитуры виртуальной реальности в течение дня. Просто, чтобы побродить по футуристическому виртуальному ландшафту. Конечно, вы можете поставить себе телевизор на нос, сказал он, высмеивая эту идею. И добавил, неудобно постоянно держать эту штуку, привязанной к голове. Вы можете играть в видеоигру на своей приставке. Вы можете поиграть в игру от первого лица и быстро двигаться. И при этом вас не укачает, сказал он. Но если вы попытаетесь сделать это с очками виртуальной реальности, вас точно укачает. А в конце Маск подытожил свое мнение о метавселенных. Я думаю, что мы далеки от исчезновения в метавселенной. Сейчас это кажется лишь модным словом. Китайская компания Ихэнк, ведущий мировой разработчик технологических платформ для автономных летательных аппаратов, сообщила о получении первого заказа на электрический пассажирский беспилотник дальнего радиуса действия. Также компания провела демонстрационные полеты двухместного беспилотного аэротакси Ихэнк-216 в Японии, ожидая разрешения на коммерческие полеты в 2023 году. Япония, как богатая населенными островами страна, чрезвычайно заинтересована в средствах воздушной мобильности нового класса. Путешествие с острова на остров и на большую землю традиционно сопряжено с трудностями, тогда как переброска по воздуху сильно сократит время пребывания в пути. То же самое касается переброски грузов по воздуху, что особенно актуально для экстренной доставки и для работы служб спасения. Компания Ихэнк провела демонстрационные полеты беспилотного аэротакси Ихэнк-216 грузом 60 килограммов в Фукусиме и Окаями. Полеты были осуществлены в условиях довольно сильного ветра со скоростью 27,5 метров в секунду. В дальнейшем предстоят новые показательные полеты, как и планируется совместная работа с местными регулирующими органами. Партнеры надеются, что коммерческие полеты беспилотных аэротакси можно будет начать в Японии в 2023 году. Калифорнийский стартап Айчо впервые заявила себе полгода назад, а этим летом представил полноразмерный прототип автономного аппарата вертикального взлета и посадки. Компания приступила к летным испытаниям с соблюдением озвученного графика. Начало коммерческой деятельности запланировано на 2024 год. Первыми платными пассажирами станут жители Лос-Анджелеса и Майами. Серийная версия аэротакси будет рассчитана уже на четырех пассажиров, но сперва придется получить разрешение регулятора на полеты более легкой двухместной модели. Она развивает максимальную скорость 240 км в час и может преодолеть расстояние в 96 км. Такого запаса хода должно хватить на полеты в пределах города. Задача начавшихся испытаний проверить эффективность перехода от вертикального полета к горизонтальному полету и обратно. Шесть передних пропеллеров, мейкеры, расположенные в крыльях, могут менять положение и толкать самолет вперед. Компания обещает начать выпуск четырехместной пилотируемой модели первой в отрасли в 2023 году. Немецкий стартап German Bionic анонсировал пятое поколение своего экзоскелета Cray-X для работников складских помещений. В новой модели разработчик применил алгоритмы машинного обучения. Искусственный интеллект анализирует физические показатели пользователя и балансирует работы механической конструкции. Система обеспечивает 30 кг поддержки на одно подъемное движение, защищая уязвимые части тела. Большая часть конструкции Cray-X выполнена из углеродного волокна, а внутри корпуса установлены акселерометры, вычислительное устройство и крупная батарея. Последняя поддерживает горячую замену, если аккумулятор разрядился. Пользователи могут заменить его, не снимая экзоскелет. German Bionic также предусмотрела защиту от пыли и влаги по стандарту IP54. В костюме можно работать на улице и в паспорную погоду, но никогда идет сильный ливень. Японские инженеры разработали робота-змею с магнитами на колесах. Они показали, как магниты удерживают робота на вертикальных поверхностях. А конструкция из нескольких сегментов позволяет переезжать через препятствия. Робот состоит из восьми секций, которые могут поворачиваться относительно друг друга. Первая и последняя секции пассивны, а в шести центральных располагаются колеса, на поверхности которых установлены магниты. Это позволяет роботу удерживаться на металлических поверхностях. Причем инженеры отмечают, что силу прижимания можно подстроить под полезную нагрузку робота, меняя количество магнитов. Разработчики показали потенциальное применение робота, составив его ехать на вертикальный стальной резервуар. Перед заездом робот поднял переднюю часть и подъехал еще ближе, а затем по очереди сделал то же самое с другими секциями. Примечательно, что во время езды он смог преодолеть выступ, соединяющий две части резервуара, не упав вниз. Китайская компания Unitry Robotics оснастила своего четвероногого робота робо-рукой. Она может поднимать до 5 килограмм груза и помогает роботу взаимодействовать со средой, например открывать двери. Робо-рука состоит из четырех сегментов и имеет шесть степеней свободы. Одной стороной она крепится к спине робота, а на другой располагается простой захват, который может сжиматься и разжиматься. При этом потенциально его можно заменить на другой захват, к примеру с присосками. Манипулятор умеет обнаруживать столкновение, поэтому его можно использовать и рядом с людьми. Разработчики отмечают, что точность руки составляет около 0,1 миллиметра. Она будет выпускаться в двух версиях, которые будут отличаться грузоподъемностью до 2 или до 5 килограммов. Стоимость младшей версии манипулятора составляет около 6600 долларов. Стоимость старшей версии неизвестна. Звуки выстрелов по соседству мало кого оставляют равнодушными, но не все имеют возможность и даже смелость сообщить в полицию о происшествии. Новая система компании ShootSpooter, разработанная совместно с израильской Airbotics, не только самостоятельно распознает выстрелы, но и вызывает полицию, предварительно отправив на разведку беспилотник. Система уже активно применяется более чем в 120 городах США, Южной Африки и стран Карибского бассейна. Она использует сеть микрофонов для распознавания громких импульсивных звуков. В случае, если такие зарегистрированы, осуществляется триангуляция источника с помощью тех же микрофонов. Чем ближе оборудование находится к источнику сигнала, тем быстрее оно регистрирует шум. Для определения, действительно ли необходима реакция на шум, используется как система искусственного интеллекта, так и персонал в центре управления. Швейцарские инженеры разработали алгоритм управления квадрокоптером, позволяющий ему пролетать через быстро двигающиеся проемы. Группа инженеров уже не первый год создает алгоритмы для избегания столкновения с динамическими объектами. Они научили дрон автономно летать по трассе с двигающимися воротами. Но тогда алгоритм работал с большими и довольно медленными проемами. Теперь инженеры создали новый алгоритм, позволяющий дрону адаптироваться к высоким скоростям. Он основан на классическом методе управления с прогнозирующими моделями, использующими обратную связь и адаптирующим траекторию движения к предсказываемому изменению состояния системы. Перед реальными полетами разработчики обучили нейросеть в симулированной среде с рамками, которые двигаются влево и вправо, как маятник. После обучения инженеры собрали самодельный квадрокоптер на базе одноплатного компьютера и полетного контроллера. Тесты показали, что обученный виртуальный среде алгоритм работает и в реальном мире. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Ставьте обязательно ему лайк, подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик. Не забудьте и не поленитесь написать комментарий внизу под видео. Со своими пожеланиями, конструктивной критикой и просто в поддержку канала. Все наши полезные ресурсы вы найдете по ссылкам в описании. Ну а с вами был, как всегда, Андрей. Я желаю вам отличного новогоднего настроения, друзья. Увидимся в следующем выпуске. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok